Сколько денег вы тратите на еду? Расходы населения на продукты выросли почти на 6% за год. Больше всего казахстанцы тратят денег на мясо. Сильнее всего выросли расходы населения на яйца, но сократились на кондитерские изделия и сладости. Сколько теперь люди тратят на продукты и от чего приходится отказаться? Наш корреспондент узнал мнение горожан. Примерно у меня уходит 20-25 тысяч на продукты. В месяц? В месяц. Приходится искать деньги в 2 или в 2,5 раза больше, чтобы хватило на те продукты, которые мы привыкли покупать. Всю пенсию даже не хватает. Еще и подрабатываем, чтобы прожить. Они все время дорогие. И могу сказать, когда они подорожали. Для моей маленькой пенсии они все время дорогие. Много от чего. Раньше, если я, например, брала мясо килограммами, 10 килограммов, я 5 килограммов уменьшила. Вот в таком порядке. И уже количество, если там я 10 килограммов брала, уже 5 берется. И вот так. Колбасы. Колбасы также. Если я набирала там по 3-4 палки, сейчас этого нет. Потому что цены ужасные. Они по карману сильно бьют. От чего отказываемся? От тех сладостей, от тех фруктов, к которым дети привыкли. Конечно, отказываемся от дорогого мяса. Стараемся выбрать что-нибудь дешевле, несмотря на то, что по калорийности, по питательности они уступают и не наедаются руки. Дети. Ну, понемножку беру, куда деваться. Кушать-то надо. Ну, как, на горячок перешли. Мясо так редко, когда возьмешь со фотки, когда так. Конечно. От каких? Ну, не всегда имеем фрукты. Не всегда. И не то, что хотелось бы, да. Мясо. Мясо, конечно. Ну, что еще? Давай все. Во всем. Вот хожу в магазин, так колбаску хочется. Слезы льются. Не могу найти то, что хочется. Понимаете? Иди подешевле, да? Чтобы цена не касалась. Ну, подешевле – это одно. А второе качество – это вообще какое? Краска одна. Ну, есть некоторые магазины, где можно приобрести, но там разница небольшая. По ценам. Некоторые виды продуктов в социальных магазинах. Некоторые виды продуктов. Муку где-то можно купить в социальном магазине дешевле, чем так. Молоко домашнее, которое продают, и пьют, как бы с страхом, что он прокиснет, его могут включить по цене. Все. Плохую картошку, будем говорить, которая уже невкусная, можно купить подешевле. Ой, даже не скажу. Я вот с ними живу там рядом, вот с ними хожу. Может, на базаре дешевле мой купить, дешевле где-то. Я не могу далеко ходить, а рядом дома. Даже не знаю. Я не могу сказать, где будет еще. Мне кажется, везде все хорошо. Оно к этому и идет, наверное? Нет, это не боюсь, а еще пущей дороговизны – да. Ну, такого не будет. Почему? Ну, потому что за границу, наши за границу отправляют, а границы сюда отправляются, и все дорого. А дефицита не будет, были бы деньги только. Дефицита? Ну, знаете, мы, если уже прошли все, то лично я, как старый человек, уже ничего не боюсь. Для меня утром есть если хлебушка, но если еще есть масло на хлебушке, а если еще и чай, если еще и чай с сахаром, то это праздник. Спасибо.